Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Левышева. Президент Пётр Порошенко буквально несколько минут назад дал экстренную пресс-конференцию в аэропорту Борисполь, на которой прокомментировал сегодняшнее решение Синода Вселенского Патриархата. Решение о принадлежении автокефалии в Украине принято. До него присоединился государство. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей общественной геополитики. Автокефалия – это часть нашей государственной, про-европейской и про-украинской стратегии, которую мы последовательно втяжем в жизнь durante последних четырех лет. И, наголошую, будем проводить и дальше. Это основа нашего собственного шляха развития, развития государства Украины и развития украинской нации. Я дякую патриарху Филарету и всем иерархам УПЦ Киевского Патриархата, митрополиту Макарию и епископам Украинской автокефальности православной церкви за выявленный дух единства и за одностайное свернение до Вселенского Патриарха. Я хочу приветствовать обоих представителей с тем, что из них сегодня, наконец, сняти все московские звинувачения. Владик вызнано каноническими епископами. Полную версию обращения главы государства вы сможете увидеть в конце нашего выпуска. Этот месседж прозвучал от президента после возвращения из Хмельницкой области. Там он встречался с командирами бригад вооруженных сил, нацгвардии и госпогранслужбы. Военным на Донбассе Петр Порошенко отдал приказ отвечать на огонь врага всеми доступными силами и средствами. А еще осмотрел местный склад боеприпасов. Это село Цветохов в Хмельницкой области. Местные жители здесь живут до сих пор как на пороховой бочке. В 2005 году взрывы на арсенале с боеприпасами напугали всю область. Отсюда до воинской части не больше 500 метров. Местные жители говорят, были уверены, что часть расформируют. Но склад до сих пор на месте. Какие и сколько там боеприпасов, люди не знают. Но такое опасное соседство их пугает. Пока не стали выбухи там, в других частинах, теперь мы стали бояться. У нас не далеко атомно перешел, нас лекает. Не взорвется, уверяют военные. Сейчас на полигоне полным ходом идут работы. Сооружают новые укрытия. Они надежные и имеют хорошую защиту от любого поражения. Объем сберегаемого боезапаса может коловаться от 900 тонн до 1000 тонн. Продолжить свою житедеятельность без основных источников энергосбережения. Так как будет предбачена своя электростанция. Хранилище для боеприпасов сегодня продемонстрировали главе государства. Военные считались, в этом году намерены закончить 15 таких объектов по всей Украине. Мы должны иметь эффективную систему защиту от любого поражения. Этот защиту должен предбачить и проверку охранщиков, и проверку индуктивных систем, и видеоспостережение с сохранением данных в заглубленном командном пункте, и невозможность поступления судов каких-то человек, даже если они работают тут. Сейчас в Цветохе строят 8 таких хранилищ. Параллельно их сооружают в Богдановке и Калиновке. Всего планируют военные, таких объектов будет 136. На это потратят больше 4 миллиардов гривен. И сегодня же президент подписал закон об обеспечении переселенцев социальным жильем. Они могут встать на очередь за квадратными метрами, если живут на подконтрольной территории и не имеют своего жилья. Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Хмельницкая область. Пожар на складах в Вычне полностью потушен. Об этом отчитались в Минобороны. А жители ближайших сел уже начали возвращаться домой. Не дожидаясь помощи от властей, люди ремонтируют дома самостоятельно. Как они справляются и кто им помогает, видел Даниил Снисер. Военный городок у арсенала с боеприпасами. Большинство жилых помещений здесь сейчас имеют именно такой вид. Выбитые двери, разбитые окна. Люди жалуются, никакой гуманитарной помощи они пока не получали. Приехали домой, а в квартиру зайти не можно, сами видите, что тут творится. Двери у нас полностью выпали на ту сторону. А зайшла в квартиру, сами видите, что что делается. Векна повыбиваны, шторы повыбиваны, вместе с полками. Жители военного городка сегодня впервые после начала взрывов вернулись в свои дома. Вставлять стекла люди планируют собственными силами. А вот где ночевать в ближайшие дни и чем питаться, пока не знают. Нема ни газа, ни света, нема. То есть люди голодные, нема ни нагреть, ни ничего. А никто ничего не подвез? Хлеб там? Да, вот, все, что он далеко, вчера открывался один магазин, а сегодня это не знаю. Все. Нема ни таки, чтобы зал ходил, так проверяли. Нема ни никого. Во второй половине дня нашей съемочной группе удалось попасть в частный сектор вблизи воинской части. Между домами и артскладом максимум 300 метров. Территория со всех сторон отцеплена блокпостами. На некоторых улицах до сих пор тлеют остатки жилых домов. Поселок Августовка пострадал от взрывов больше всего. Именно сюда пришелся основной удар взрывных волн. Тут осколками боеприпасов полностью уничтожены 4 дома. Под удар попала и недавно построенная усадьба Александра. Мужчина работает в воинской части. Его двухэтажный дом теперь не пригоден для жизни и ремонту не подлежит. Во время первых взрывов в крышу угодил бетонный блок. Это из территории прилетело из бетонного хранилища. Это бетон из хранилища прилетел. Это из территории. Это пробил кришу. Это, смотрите, кришу пробил. Это все выбил. Это сюда. Это это нарушил все. Это стены. Все пошло. Такий удар. Тут спил тонн весу. Да никто ничего вообще не говорит. Никто вообще даже не обращался. Абли кто хоть приехал. Ну, волонтеры там спасибо заезжали. Такие. Оце вы приезжаете. А так никто не приезжает. Кому вы нужны? Взрывы со склада были слышны сегодня целый день. Уже ближе к вечеру их количество уменьшилось до 2-3 в час. Местные чиновники уже начали инспектировать поврежденные дома. Немало работы и у саперов. Они продолжают исследовать 16-километровую зону поражения. Неразорвавшиеся снаряды находят прямо во дворах домов. До утра в районе обещают дать свет. В эти минуты специалисты восстанавливают поврежденные линии электропередач. Даниил Снисор, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. На Донбассе сегодня 9 обстрелов. Больше половины из запрещенных минском орудий. Огонь боевики открывали в основном на Мариупольском направлении. Стреляли прицельно. Самая напряженная ситуация в Луганском, Чермолыке и Лебединском. В ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы и бронетехника. По состоянию на 6 вечера потерь среди украинских военных нет. Украина призывает Евросоюз усилить санкции против России и заблокирование судов в Азовском море. С таким заявлением в Европарламенте выступил Константин Елисеев, замглавы администрации президента Украины. Как отреагировали евродепутаты, узнаем от Елена Абрамович. Вопрос усиления санкций против России необходимо обсудить уже на ближайшем заседании Совета Евросоюза, которое состоится на следующей неделе, заявил Константин Елисеев в стенах Европарламента. На заседании подкомитета по вопросам безопасности он отметил, что ЕС достаточно слабо реагирует на действия РФ в Азовском море. Все, что касается Брекзита, Солсбери и происшествий в Нидерландах с химоружием, это началось с территории Украины. Все исполнители, задействованные в отравлении Скрипаля, люди из ФСБ, сначала поработали на территории Украины, потом поехали в Великобританию. Также известная группа Вагнер засветилась на территории Украины, а затем переместилась в Крым, потом в Сирию и так далее. Россия милитаризовала Крым, и этим же она занимается в Азовском море. Там РФ планирует построить военную базу, заверяет Елисеев. Представители ЕС отметили, что блокирование грузовых судов, следующих из Украины, неприемлемо. Эти проверки насильственные и вызывают экономические потери. Мы заметили, что время осмотров за несколько последних месяцев выросло с двух часов до трех дней. И очевидно, что эта проблема затронула суда не только Украины, но и государств-членов ЕС. Мы насчитали 120 европейских судов, ставших жертвами этих процедур. Беспокойство выразили и представители НАТО. Евродепутаты в ответ призвали ускорить вопрос членства Украины в Альянсе. Если это не будет иметь последствий, то как мы вообще сможем в будущем остановить агрессивные действия России? И в этом контексте мне хотелось бы услышать результаты принятия Верховной Рады конституционных изменений, чтобы открыть для Украины перспективу стать членом НАТО. Впрочем, для начала нужно план действий для членства НАТО получить, отметил представитель Украины. Но в Альянсе об этом пока ничего конкретного не говорят. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Россия не вернется в пассе в следующем году. По словам генсека Совета Европы Турбьона Ягланда, Москву не устраивает частичное восстановление ее прав в Ассамблее, которая во вторник лоббировала часть депутатов. Россия требует полного снятия санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С прошлого года Москва урезала взносы в Совет Европы. Ягланд подчеркнул, что бюджет организации снова придется пересмотреть. Россияне не вернутся в январе, они не будут платить в следующем году. Я как ответственный за бюджет объясню, что Россия не будет делать взносов. Поэтому я подчеркиваю, что мы должны принять этого внимание при составлении бюджета на следующий год. Я несу ответственность за сотрудников Совета Европы. Я не могу руководить организацией, которая не способна платить зарплату. Когда он спекулюет на вопрос, что нужно урезать зарплату аппаратом, мы хотим увидеть, как он начнет с себя. Потому что зарплату пана Ягландо наибольшая в Европе. Она больше, чем зарплату президента Франции. Он отримает 200 тысяч евро в год. Держаться нету больше сил. Во многих городах Украины сегодня с 9 до 10 утра водители остановили свои машины на дорогах и начали сигналить. Акцию назвали бойкот ценом на бензин. Все подробности расскажут мои коллеги. Восемь утра. Возле горсовета в Чернавцах собираются водители, развешивают плакаты и расставляют пустые канистры. Не маю чем заправить. Бойкот цен на бензин. Порожня канистра. Чисто ему. В Ивано-Франковске топливный бойкот автомобилисты провели прямо на заправках. Около сотни машин заблокировали работу нескольких станций. Более того, что цена, как в Европе. В Европе так же. Паливо евро коштует с копейками. Давайте зарплату нам европейскую. Если бы тысячу евро мав зарплату, то я бы мог бы позволить себе 100 литров за 100 евро купить. Ну а так зарплату получается 100 евро. Это сумаседшие гроши на наши гривни. В Николаеве водители начали собираться на главной площади ближе к 9 утра. Заблокировали движение вдоль нескольких кварталов рядом с мэрией и обл. администрацией. К бойкоту присоединились и водители маршруток. И продукты питания пойдут в цене. И перевозчики будут требовать повышения цен на проезд. И медикаменты подорожают. Ну то есть повышение цен на топливо влечет за собой повышение на все. Поддержали акцию и в Запорожье. Утром на центральную площадь съехались около сотни автомобилистов. И хотя движение транспорта здесь не блокировали, повышению цен на горючее внимание привлекали довольно громко. Ребята, привяжите наши зарплаты к евро сначала, а потом делайте такие подъемы. И опять же уровень жизненаселения падает, падает и падает. К акции протеста присоединились и местные нефтетрейдеры, жаловались на высокие акцизы. И объясняли, если их снизить, это поможет удешевить бензин минимум на 5-6 гривен. Очень важный момент. Акцизный сбор можно изменить сейчас, пока готовится бюджет. Если акциз сейчас не изменят и примут бюджет с этим акцизом, что бы мы не хотели, как бы мы не бастовали, его просто нельзя по закону будет менять как минимум полгода. Эксперты прогнозируют, что бензин в Украине может снова подорожать до конца осени. Причина – растущая цена на нефть на мировом рынке. Беда не приходит одна. То есть получили девальвацию гривны плюс рост цен в мире. Все это привело к тому, что существенному росту на автозаправочных станциях. И, к сожалению, если эти процессы будут продолжаться, цена будет продолжать расти. На сегодня мы видим, что есть потенциал минимум на 50 копеек роста. Надо сказать, что цены растут с очень большим опозданием относительно внешней конъюнктуры. Но украинский потребитель хочет противоположного. То есть хотя бы стабилизации цен. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Без школы реформа образования для жителей горных сел в Карпатах может закончиться банальной ликвидацией учебных заведений. Государство сокращает расходы, переводя учеников и учителей из небольших населенных пунктов в более крупные. Наши корреспонденты побывали в одной из таких школ. Эта Нижнебыстривская школа среди гор в Закарпатье стала вторым домом для более сотни детей. Еще до первого сентября она имела статус интерната. Здесь жили и учились дети из соседних сел, которым тяжело добираться на уроки каждый день. А также ребята из малообеспеченных семей. Даже есть такие семьи, что мы называем дети социальные сироты. То есть родители выезжали, покидали детей. То есть при живых родителях дети залишились социальными сиротами. Дети должны жить дома, а в школе учиться. Так решили реформаторы. Школу-интернат переименовали в гимназию. Учителя при этом потеряли 10% зарплаты, а руководству приказали максимально экономить на всем. Нам сказали, что готовьтесь к реформации. Такого прямо не было, чтобы заклада не было. Но те все действия и те все возможности, которые нам надают, они поступово ведут до того, что школа-интернат переименовали. Ну, например, такие, что уменьшается бюджетное ассигнование. Разделили и бюджеты. И это еще один тревожный звонок для коллектива. А все, а все? А все утримания и все техпрацовники оплаты заработной оплаты на местном. Ну, и сейчас такую информацию имеют районные администрации и районные рады, что у нас в районе есть дефицит по свете 4 миллиона. Со своими опасениями учителя обратились к народным депутатам. И не треба зачинять такие интернаты, как сегодня действует уряд и пытаются закрить вообще программу. А треба навпаки развивать материальную базу, чтобы дети, которые не имеют возможности каждый день ходить в школу, ездить, а им приходится вот тут жить, чтобы они чувствовали это родным домом. Перш за все, главная проблема будь-якої школы, это то, что учителям платят очень мало денег. У них очень низкая зарплата. В этой гимназии зарплата от 3 тысяч, 4 тысяч. Но есть одиницы, которых имеют. Не хватает субвенции уже миллиард триста до конца года, чтобы выплачивать зарплату всем учителям по краю. Это беда, это потребует быстрых изменений до проекта, до бюджета этого года, для того, чтобы выделить эту субвенцию. Чтобы поддержать школу, хотя бы технически народный депутат передал коллективу интерактивную доску для обучения. Школа, бывший интернат, не единственная в регионе. И горький опыт соседей директора пугает. Такая самая картина. Например, в нижних воротах я разговаривал с коллегой, там вообще интернатное отделение закрыли и не позволили им, чтобы дети там проживали. Недавно учебное заведение получило от Теребли-Рицкой гидроэлектростанции помещение. Там могли бы разместить дошкольников и так решить проблему с отсутствием детского сада. Но все снова упирается в деньги. Средств на содержание помещения нет. Ирина Баглай, Иван Ермаков из Закарпатья. Подробности телеканал Интер. В столице продолжается эпопея вокруг строительства жилого комплекса в одном из спальных районов. Уже несколько раз активисты устраивали там так называемые акции протеста. По традиции, каждая из них заканчивалась побоищем с охраной и полицией. В то же время застройщик уверяет, что работы ведутся законно. Так ли это, разбирались мои коллеги. Вместо строительства домов, разрушенный забор и сломанная техника. Подобные акции протеста у строительства жилого комплекса «Патриотика» на Озерах стали традицией. Псевдоактивисты требуют остановить стройку. По их мнению, она незаконна. Но компания-застройщик уверяет, есть все необходимые документы. Земельная отделка, на которой выполняются строительные работы, находится в оренде замовника строительства. Этот отдел, выданный Державною архитектурно-будевельной инспекцией Украины, данные дозволы есть чинными. Они размещены на сайте ДАБИ. Никаких решений, в том числе судовых решений, про их скасование нет. Каждый может ознакомиться с этими дозволами, зайдя на сайт Державною архитектурно-будевельной инспекции. Закон на стройке подтвердили и в Киевской городадминистрации. По словам мэра Виталия Кличко, работы на Сокорках проводятся согласно генплана Киева. Но так называемые активисты требуют создать на территории будущего комплекса экопарк. По их мнению, застройщик нарушает природоохранные нормы. Но столичные экологи иного мнения. Застройщик добровольно взял на себя социальные зеленые обязательства. Им представлен план по благоустройству данного водного объекта. Озеро станет для микрорайона природным социальным центром. Экопарк, который требует создать активисты, можно разместить рядом с жилым массивом. Никто не перешкоджает, насправді, облаштовувати там экопарк, зоны для відпочинку. Там достатньо территории поряд з земельними ділянками. Напевно, мають власний интерес. Свои интересы активисты отстаивают по-своему. Часто доходить до насилия и рейдерства. Последние стычки с полицией охраной стройки произошли 22 сентября. В полиции по этому факту открыли уголовное дело. Санкции статей предпочитают до 10 лет избавленного воли. Правоохранители изучают все обставины, установят свидетельства и очевидцев. Особи, которые причетны, переглядаются и идентификуются по видеозаписам. Есть подозрители по камерам видеоспостережения. Они все изучаются и переглядаются. Сейчас мы даже не знаем, строятся ли эти дома. И мы потеряли деньги, потому что мы инвестировали. Заложники этой ситуации инвесторы. В строительство комплекса вложили деньги уже около 400 человек. Денис один из них. Но из-за действия активистов начало строительных работ откладывают. Активисты не переходят в конструктив для того, чтобы сказать, чего они конкретно хотят. Они просто не хотят, чтобы там была застройка. А что же делать с людьми, которые инвестировали в эти квартиры? Там есть социальные проекты, это школы, детские сады, спортивные площадки. Компания-застройщик также намерена облагородить территорию вокруг озера. Уже построили велосипедные дорожки, начали очистку пляжей. Андрей Кровец, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Покупай отечественное. Федерация работодателей, аграрий и союз химиков Украины намерены подать в Верховную Раду предложение о господдержке производителей минеральных удобрений. Сейчас внутренний рынок наводнен импортом. Это негативно сказывается на украинских предприятиях. Подробности в материале. Предприятие Черкасский Азот в основном работает на внутренний рынок, хотя способно выпускать до миллиона тонн аммиачной селитры в год. Вот только фермеры не спешат покупать удобрения. Украинский рынок буквально завален импортной продукцией. Конкурировать же с иностранными производителями отечественный химпром не может, уверяет глава правления Азота. А все из-за цены на газ, которая для украинских предприятий в разы выше. Мы наметили план действий с нового года повышения заработной платы в среднем на 100 долларов для каждого работника. Но для этого нужны еще и финансовые предпосылки. Они возникнут после того, когда будет нормальная цена на нашу товарную продукцию и нормальная цена на сырье, на природный газ. На этих полях выращивают овощи. Сейчас как раз время сбора урожая. Столовая свекла, картофель, капуста, лук и морковь. Если бы не удобрения, такого урожая не было бы, говорит руководитель сельхозпредприятия. На будущую посевную Григорий Душейко только аммиачной селитры закупил на 40 миллионов гривен. Подчеркивает, принципиально брали удобрения исключительно отечественного производителя. Мы втратим экономику, мы втратим выработство, мы втратим наполнение бюджета, потому что будут работать экономики других стран. Основной конкурент отечественных удобрений – селитра российская. Вопреки санкциям и антидемпинговым пошлинам ее завозят в Украину контрабандой. В Федерации работодателей Украины эту тенденцию называют «патовой». 70% общего внутреннего рынка химической продукции – импорт. Это касается и минеральных удобрений. На форуме в Черкасах аграрий и химики решали, что дальше делать. Генеральный директор Федерации Руслан Ильичов уверен, если не начать действовать, ситуация будет только ухудшаться. Сегодня первое – не дать увеличение цены на минеральные удобрения, сделать соответствующие компенсации, чтобы зациковать агрария, покупать сами украинские удобрения удобрения. В частности, мы можем говорить о соответствующие бюджетные программы компенсации частковых удобрений по кредитам на покупку минеральных удобрения удобрения. С этими предложениями Федерация работодателей намерена обратиться к Верховной Раде, чтобы нардепы внесли финансирование подобных программ в госбюджет на 2019 год. Федерации надеются, что их инициатива по разработке госстратегии развития химотрасли будет поддержана. Иначе государственная программа по сельскому хозяйству провалится. ФРУ ожидают реакции правительства и МЭРД. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем об этом. Константин Редин, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Черкасса. До 2020 года Украина может лишиться статуса ведущего европейского транспортера газа, если не проведет необходимые реформы. Об этом сегодня говорили в Киеве на четвертом газовом форуме. Чего ждут от нас европейцы и как обеспечить газовую безопасность? Об этом в нашем материале. Ведущие украинские и европейские эксперты в газовой отрасли, народные депутаты, руководители международных организаций и бизнеса. Несколько сотен гостей сегодня собрались на четвертом газовом форуме в Киеве. Главный вопрос, есть ли Украины будущее как крупного транзитера газа. В Европе уверяют, есть. Да, Еврокомиссия может сказать, независимо от работы или не работы северного потока, определенный объем российского газа все равно продолжит идти транзитом через Украину. Однако для этого вам необходимо создать независимого оператора газотранспортной системы, в котором также должны участвовать европейские компании. А главное, сделать транзит экономически выгодным. Для этого нужно тесное сотрудничество украинских властей, нафтогаза, общественных организаций. Одна из главных проблем на украинском рынке газа – это коррупция и непрозрачность главного государственного монополиста НАК «Нафтогаз», уверены эксперты. Многомиллионные премии топ-менеджмента в условиях, когда на субсидии населения уходит более 70 миллиардов гривен из бюджета, для европейцев нонсенс. Это продолжение концентрации ресурсов, это проба поселения и сохранения монополизации на газовом рынке, это низкая прозорость принятия решений. На жаль, могу сказать про легитимизацию энергетической коррупции в виде баснословных выплат премии, которые не принимаются в украинском суспольстве сегодня. Тем временем, многие частные игроки на украинском рынке газа уже успешно перенимают европейский опыт. В этом году региональная газовая компания начала представлять Украину в Европейской газовой ассоциации «Маркогаз», объединяющей газовые компании со всей Европы. Мы сделали это потому, что верим, что единственный путь развития Украины – это интеграция в европейский рынок. Мы уже приняли европейские технические стандарты, которые касаются всех направлений – от униформы до транспортировки, и мы будем дальше их внедрять. Мы также создали онлайн-сервис для консультации, открыли национальный контакт-центр и запустили ребрендинг всех подразделений нашей группы, создавая центры обслуживания по новым стандартам. За прошлый год обслужили более 50 миллионов клиентов. Путь к газовой независимости Украины лежит через либерализацию газового рынка, уверен директор компании. Это создание независимого оператора рынка, равный доступ всех игроков к рынку газа, а также право украинцев самим выбирать, где и по какой цене покупать голубое топливо. Одно из условий для этого – внедрение так называемого суточного балансирования газа. Как сегодня заверили в Нацкомиссии по регулированию энергетики, это произойдет уже в декабре. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал «Интер». В Украине прошел масштабный женский форум. Главная тема – роль прекрасного пола в политике. Все подробности узнаем от Юлии Жешко. Места мужчин-политиков в Верховной Раде сегодня заняли женщины разных возрастов. Объединил их Всемирный день девочек. Впрочем, не только. Украина стала частью глобального форума женщин-политических лидеров и международной кампании «Girls to Leaders». Послом выступила народный депутат от оппозиционного блока Юлия Левочкина. Есть такая простая статистика. Это статистика ООН, которые изучали конфликты по всему миру во всех периодах, которые доступны для изучения на данном этапе. Так вот, мирные договоренности являются более устойчивыми. Если в переговорах принимает участие женщина, вероятность успешности этих переговоров поднимается на 35%. Это серьезные цифры. По ее словам, это мероприятие – инвестиция в будущее Украины. Ведь страна как никогда нуждается в женщинах-лидерах. Мешают лишь стереотипы. Участницы форума разделяют это мнение. Женка, благодаря своему природному шарму и таланту дипломата, должна равноваживать все конфликтные ситуации. 50% человек и 50% женщин должны быть в парламенте. На форум пригласили 40 девушек-лидеров. Все они планируют заняться политикой. Ответить на их вопросы приехали представительницы общественных организаций и женщины-нардепы из разных фракций. Створючи межфракционные объединения, проводячи подобные заходы, где мы понимаем, что женщина не просто должна иметь право закрепленное законодавчо, а мы должны обеспечить ей возможность действительно принимать участие в политике. Сегодня мы понимаем, что в следующее столетие у нас уже должно быть не только право голоса, но еще и полноценное право принятия решений. И чем больше женщин сегодня смогут объединиться и повлиять на эти решения, тем быстрее мы вернем страну к миру. В ходе беседы между политиками и участницами форума произошла своеобразная перекличка, то есть прямое включение украинской стороны с еще 15 странами-участницами форума. Итак, на очереди Украина. У них по-настоящему большое собрание женщин-лидеров. На связи Наталья, Украина. Мы хотим изменить общество вместе. Многие женщины этого хотят. И теперь у них появился шанс. Это международная площадка, которая действует по всему миру. На африканском континенте, на латиноамериканском, на всех континентах. И одновременно это событие проходит и в Украине, в Европарламенте, и еще в 15 парламентах других стран. Мы хотим, чтобы как можно больше молодых женщин, молодых девушек приняло для себя решение, что они хотят менять мир. При этом на форуме не шла речь о конкуренции с мужчинами в политике. Хотя в Украине количество женщин во власти незначительное, отметил делегат от Евросоюза. Это чрезвычайно важно, побороть гендерное неравенство в Украине. Я думаю, это повлияет на политическую систему в стране. Если будет больше девушек, женщин, если они будут занимать лидерские позиции, это благоприятно повлияет и на экономику страны. Я очень счастлива быть причастной к этому. Словении это та страна, в которой права женщин у всех на слуху. Так что я очень рада видеть молодых, активных украинских девушек, которые хотят сделать что-то, чтобы изменить общество. Все участницы глобального форума WPL сегодня присоединились ко всемирной программе женщин-лидеров, среди которых есть президенты, депутаты и премьеры. Украинки получат возможность стажироваться в Верховной Раде и участвовать в программе обмена. Юлия Жашко, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Без надежды на государство сотни украинцев и их семей ждут, когда Минздрав дофинансирует программу лечения за границей. Среди них Максим Лукьянюк. В 4 года у мальчика диагностировали редкое заболевание. Где родители малыша ищут деньги, расскажет Лариса Зубенко. До 3 лет Максим был активным ребенком, редко болел. Все началось в конце прошлого года, с высокой температуры, которая продержалась несколько дней подряд. Окончательный диагноз поставили в мае этого года. Это один из иммунодефицитов, первых или родственных иммунодефицитов, при котором дитина имеет высокий риск больших заболеваний на бактериальной или вирусной инфекции. Уже 4 месяца иммунотерапия поддерживает организм Максима. Постоянный прием лекарств влияет на нервную систему ребенка. Максим часто плачет. Родители мальчика Наталья и Дмитрий начали сбор средств для ребенка. Супруги признаются, сегодня рады тому, что их сын может говорить и ходить. Зимой болезнь атаковала его центральную нервную систему. Мальчик был парализован. Он мог не выжить. Очень сложно. Мы перенесли зимой его состояние. Можно брать слева. Мы снова учились посмехаться. Вновь учились играть с любимыми игрушками. Вновь учились говорить. Два месяца только как он начал самостоятельно рухать. Сейчас организм малыша пошел на поправку, хотя и незначительную. Теперь, по словам врачей, любая инфекция может стать фатальной. Максиму необходима срочная пересадка костного мозга. Ее готовы сделать в клинике Вероны. Собирает средства, а это 120 тысяч евро, фонд таблеточки. Родители смогли собственными силами собрать 33 тысячи евро. Первичный монодефицит – это редчайшее заболевание. Таких детей во всем мире очень и очень мало. К нам, подопечные с таким диагнозом, пока не обращались Максимка Первый. Помочь Максиму можете и вы. Для этого необходимо отправить сообщение с цифрой 1 на короткий номер 88100. СМС стоит 5 гривен. Услуга доступна для всех операторов, кроме контрактных номеров. Лариса Зубенко, Виталий Коваленко. Подробности – телеканал Интер. Кибервстреча на высшем уровне. Премьер Владимир Гройсман пообщался со всемирно известным роботом Софией. Вместе со своими разработчиками она впервые прибыла в Киев. Разговор состоялся на презентации детских разработок в сфере роботехники. Премьер-министру изобретения понравились. Он пообещал сделать все, чтобы возможность открыть в себе талант была у каждого украинского школьника. Нам же нужно сделать так, чтобы в каждой украинской школе, особенно в новой украинской школе, которая проводится сейчас, буквально с 1 вересня, каждая дитина смогла раскрыть свой потенциал, свои возможности. Треба сделать такое средство, что в школе, чтобы дети шли в школу не просто как на попробование, а и шли с захочением того, что они могут себя реализовать, что им там интересно, что в них развиваются их здебности и открываются их возможности. Это все новости на сегодня. Сейчас вы увидите полную версию обращения президента Украины. Дорогие співвітчизники, дорогие украинцы, Господь побачил боротьбу украинского народу за свою самостійність. Он услышал наши молитвы, и он належно оценив наши труды. Ему стало так угодно, чтобы его Всесвятность, Вселенский патріарх Варфоломей и Синод Константинопольской Церкви Матери, сказали омрієне, довгоочікуване и протягом тривалого времени выборюване нами так. Поместной, автокефальней, православной Церкви Украине быть. И решение Вселенского патріарха и Синода остаточно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы, которые не подкреплены никаким церковно-правовым документом. Про Украину, как будто каноничную территорию Российской Церкви. То, что так называемый перехит Киевской митрополии в владение Москвы стал не за приписами каноничных правил, Вселенский патріархат визнав еще в 1924 году. А сьогодні Синод еще раз подтвердил эту позицию. Святовое православие, как его всесвятительство Варфоломий, это сузирия независимых и равных национальных церков. И, дорогие друзья, наконец, в этом сузирии засияет и наша украинская зерка. Решение о принадлении автокефалии уже принято. Наголошую, решение о принадлении автокефалии в Украине принято. И еще раз подтвердил, и промыслом Божием у всех православных стран, которые добывали свою независимость и поставили свои поместные церкви. Это Болгария, это Грессия, это Грузия, это Сербия, это Кипр, это Румунія, это Россия. И теперь до них додается и наша с вами государство, Украина. И втім, вопрос о томасе и автокефалии входит далеко за межи церковного життя. Поэтому до него додалась государство, потому что это вопрос нашей независимости, это вопрос нашей национальной безопасности, это вопрос нашей государственности, это вопрос всей общественной геополитики. Это падение Третьего Рима, как давнейшей концептуальной заявки Москвы на святое панувание. Автокефалия – это часть нашей государственной, про-европейской и про-украинской стратегии, которую мы последовательно втяжем в життя протягом последних четырех лет. И, наголошу, будем проводить и надалее. Это основа нашего собственного шляха развития, развития государства Украины и развития украинской нации. ТОМОС – это, фактически, еще один акт проголошения независимости Украины. Империя потеряет один из последних важных влияющих на свою колонию. Для нас властная церковь – это гарантия нашей духовной свободы. Это – запорука общественной злагоди. И я гарантирую, что государство Украина поважает выбор тех, кто решит залиться в той церковной структуре, которая сохранит единство с Российской православной церковью. Но я так же гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патріархата, которые добровольно решателось выйти из Москвы, чтобы вместе с другими православными создать единую украинскую православную поместную церковь. Сегодня я уже могу сказать, что возвращение к Вселенскому патріарху с проханием надать автокефалию поддержала и группа епископов УПЦ Московского патріархата. Они выдержали тиск, шантаж, погрозы и заляковали. Но обратились своими подписами к Вселенскому патріарху. И это варто визнание. Я дякую патріарху Филарету и всем иерархам УПЦ Киевского патріархата, митрополиту Макарею и епископам Украинской автокефальности православной церкви за выявленный дух единства и за одностайное вернение к Вселенскому патріарху. Я хочу привітати обоих представителей с тем, что с них сьогодні нарешті взняти всі московские звинувачения. Владик визнано каноническими епископами. Я хочу окремо подякувати Верховній Раді України, яка великою більшостю голосів підтримала моё звернення до Вселенского патріарха щодо створення єдиної помісної православної церкви і надання Українській церкві автокефалії. Я хочу подякувати кожному учаснику Хресної ходи 28 липня і всім українцям, які прагнуть помісної церкви і моляться за неї. Всі разом клоняємося його всесвятості Варфоломію за його турботу про Україну. Ваша святості! Україна з нетерпінням чекає вашого душпастерського візиту до народу, охрещеного за часів рівноапостольського князя Володимира. Ми сьогодні отримали автокефалію. І після собору обраний предстоятель Української помісної православної церкви отримає Томас. Українська влада гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх без виключення конфесії. У нас не було, нема і не буде державної церкви. І в освячену Томасом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силомиці. Ще раз наголошую, це питання вільного вибору для кожного віруючого. Спільне творіння незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. І ми цього точно не маємо допустити. Навпаки, це дорога до миру, дорога до спокою, дорога до порозуміння. І як тільки де ви побачите людей, які закликають силою взяти лавру, монастир чи храм, знайте, то московська агентура. Бо мета Кремля – розпалити в Україні релігійну війну. І це точно не мій план, не план українського народу і не план української держави. І, дорогі співвітчизники, я щиро вітаю вас з цією абсолютно грандіозною історичною подією. І дуже дякую за масову підтримку ідеї, час якої настав. Це велика перемога боголюбивого українського народу над московськими демонами, перемога добра над злом, світла над темрявою. Я всіх вітаю з цим великим днем, який український народ чекав довгих 332 роки. Вітаю вас і слава Україні!